Клоук, это означает, что Найт Сталкер не будет оффлейнером, он будет здесь саппортом роумящим, скорее всего. Шадоу Финт, я так подозреваю, пойдет в мид. Ну вот она, Темпларка против СФ. СФ очень не сладко стоится против Темпларки. Опять же, берутся два героя уже у Клауд Найн, которые могут отлично набирать с помощью стаков. Кто-то может на Эншентах, кто-то на обычных. Разница с СФ как того, что если саппорты будут стараться, то Коры будут в шоколаде. Ну, LGD Gaming, кстати, обе команды еще на ранних этапах бана залезли в резерв достаточно изрядно. У них вот на последнюю фазу остается мало времени, сравнительно. Но определенные уже, собственно, нарисовываются картины. LGD могут еще что-то придумать, чтобы отправить до СФа на легкую, а не берут квапу. Квапе против ТАшки будет чуть-чуть легче стоять все же. Да, намного легче. У нее эскейп всегда есть, то есть какой-то СНОУБОЛ будет не из Инвиза, она всегда его эскейпит. Рефракшн сбивает быстро за счет даггера, поэтому Квапе намного проще стоять, действительно. Опять же, раскаст хороший против Даззла. Если получится собрать быстрый лорч, Даззл будет очень уязвим, он будет практически нулевым. В общем, есть варианты игрочей с Квапу. Другое дело, что здесь два очень сильных кора у Клауд Найн, это Герокоптер и Темпларка. Оба кора не теряют свою актуальность ни на какой минуте, 60-е, 70-е, без разницы. И еще один кор может появиться. Еще один кор, то есть если Таск и Даззл это суппорты, а Таск не коровый оффлейнер, то может все-таки еще и появиться еще один очень неприятный кор. Ну вот, собственно, он и появляется, Бистмастер, причем Бракс на нем собрался играть. Ну посмотрим, конечно, свапнутся ли они и как они пойдут на линии, но вот Ритсу, который играл в прошлый раз на СФ и берет Темпларку, а Бракс взял Бистмастера. Как ты думаешь, как расставить линии? Я думаю, что Бистмастер идет на оффлейн, Темпларка в мид, Герокоптер на изи, агрессивный трипл здесь никакой не будет. Лджите также, Клок оффлейн, Дизраптор будет саппортить Шадоу Финт на изи. Найт Сталкер, скорее всего, будет ромящим, пытается какое-то время понапрягать Темпларку даже в миде. Но у нее, скорее всего, будет дежурить Даззл, который, опять же, поделывается таки, сместится. Я думаю, что тут ничего не будет непонятного. То есть будет обычный, стандартный вот этот подход к игре. Поформить, переформить, попытаться. То есть забрать каких-то эншентов и так далее. Ну мы, на самом деле, можем вот так предложить. По-интересному пока что. МСС взял Герокоптера. МСС играл в прошлой игре у нас на Клокверке. То есть посмотрим, есть ли свапы. Свапов нет. То есть меняются ролями активно игроки Клаудов. Начнем мы, собственно, представление команд на этой второй карте противостояния Клауда против LGD именно с них. 14.37 у нас на Даззле. SVG играет на Таске. Бракс, как мы уже говорили, взял Бистмастера. МСС на Герокоптере и Ритсу играет на Темплар Ассасине. Против них LGD. Представляй, Катан. Ну да, но LGD их оппонент Ротикей будет играть на Клоке. Сигнатурочка Мэйби, Шадоуфин, Сайлар будет играть на Клопе, ДДС, Найт Сталкер, ММА, Дизраптор. Ну, как-то так. Чей пик мне нравится больше? У LGD очень сильная ранняя агрессия, если SF доберется до быстрой имейки. Они действительно могут идти, давить и так далее. А Cloud9 также могут драться с самого начала, кто Кубистмастер появится, что и уровень могут очень много мутить по карте через Макии. Не только вопрос в том, что затянут ли Cloud9. Потому что, как мне кажется, если Cloud9 затянут до 40-50 минут, и при этом их коры не будут страдать все 40-50 минут, то у них шансов на победу больше. Как тебе то, что вот, собственно, активно меняются ролями и линиями Cloud9? То есть, так, стоп, зажали NMW, клипсанули MSS, а демеджа без него однозначно не хватит. И, кстати, украла Клопа руну, и внизу, собственно, руну тоже взял... Клок, клок забрал руну, да? Да, я на секунду завис, потому что ROTK, конечно же, на клоке у нас с ником X играет. То есть, обе руны достаются LGD. То, что свапаются ролями, это плохо, на самом деле, потому что я не уверен... Я верю, что это профессиональные игроки, они много тренируются и так далее. Но все же лучше затачивать себе одну роль. Мы видели то, что Сумаил с Артизи постоянно свапались на MLG, и это ни к чему хорошему не привело Т3, как играл в миде, так как спокойно там по очереди изничтожал. Да, тяжеловато здесь будет Силару из-за того, что агрессивную триплу поставили на топ ребята из Cloud9. Понятное дело, что будет много фармить здесь за счет этого клока быстро апнется, потому что Найт Сталкер его должен сейчас оставлять. Бракса им как-то загнобить здесь, скорее всего, не выйдет по двумя кабанами, потому что Найт Сталкер вышкой не особо боится. Ну и смотрим, смотрим, каково здесь будет квапи. У нее бонус, что она рейнджовая и может что-то еще ластхитить, не особо получая дэмэджа. Но из-за того, что здесь постоянно будет жить дезераптор, она не особо быстро апается. Помогает дезераптор ластхитить, делает по крипам недостающие. В это время Мэйбис, Ритсу стоят один на один, никто им особо не помогает, стоят они очень-очень ровно, Клокверк по крипам тоже чувствует себя хорошо, ну и LGD, вот если посмотреть по тому добитым на ранней стадии крипам, ко второй минуте выигрывают в своей линии. Да, ну это я думаю, что пока Тамбларк только разгонится, СФ, конечно, тоже наберет атаку, но скоро будет рефракшн, который станет в разы труднее пробивать, приедет Боттл, который она будет обузить нон-стоп. У СФ тоже та же ситуация, но у него по стране Тамбларк эскейпов нет. На шестом уровне, когда появляется трэп, СФ намного уязвимее, чем даже Тамбларк, потому что все фульту качать даже не будет. Ну вот он, выход мидл. На хосте тускар, то, о чем я говорил, есть сноубол, Мэйби может здесь погибнуть, неплохие шарды, шарды проломать не получится, Ритсу может быть получит еще дальний Койл, Мэйби на самом деле далеко пошел, хоста сейчас уже скоро закончится. Кстати, я не совсем понял, почему он так и не дал дальний Койл, он у него был, он был не в открате, и мина у него была. Может понимал, то, что не добивает, все равно останется хп, смысл тратить ману, там уже профессиональные игроки, они калькулейтят все это дело. Ну и вот, да, 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 калкулейтился как бы. Ну я не знаю, на самом деле, почему он просто не отошел за Тавр, при том, что мог сделать ТП назад и так далее, то есть он не закупился, то есть эта смерть была явно не какой-то намеренной, или предрасчитан, потому что ты минус на лейн. По отношению, кто намеренно отдает АФБ? Да, есть ситуации, даже Даня мне рассказывал о том, что иногда в медле выгни умереть, но потом ты там жестко загнобишь на лейне из-за этой смерти. То есть такие ситуации тоже бывают, я не могу назвать точные условия, чтобы так было, но, как мне объяснял он, бывает проще отдать ферд бат, и потом выиграть салат лейн, это позволит, допустим, очень много ресурсов там как-то потратиться, или еще что-то, но... Ну это разве что, знаешь, если там смоук ганка троих, ты там усливаешь. Помнишь, как в свое время на третьем инте ганкали хвоста, который внизу, соло стоял на алхимике? На него приходило два-три героя альянса, и просто об него умирало. Там добивал он, добивал Тавр, долго очень на него тратили все это время, вот это вот разве что так, это того стоит. Но это разве что так. Посмотрим, что будет делать Сэф. Сейчас его убили, пропали души. Поселяется здесь ДДС, который будет помогать ему, понимает, что Сэф оставлять нельзя. Но вот Snowball, я говорю, Сэф в Медре, он очень юзим. Snowball, шарды, и все. То есть, ну, герой не двигается, стоишь к нему вплотную, он максимум даст тебе ближний койл, дальше все, дэмэджи с руки. Ну, конечно, порядочно, но по какому-то рефракшну и так далее это не чувствуется вообще. Ну, кроме вот этого кила, все идет более-менее спокойно. Клокверк 23 на 4, топовый крипстат на карте. Нормально, РОТК здесь идет. Но РОТК вообще всегда хорошо стоит, если он стоит один на один. Я не помню ни одного мачапа, где вот, то есть, если его оставляют, то он фармит любым героем. К тому же он стоит против миличника, который, да, там, кабанами его пытается напрягать, но это ему не всегда, там, удается. СФ против Темпларки ее немножко опережает, несмотря на свою одну смерть. Вот. Ну, а дальше КВАПа идет наравне с Браксом. Ирокоптер же идет, вот, приблизительно наравне со своим, со своим мидером, с РИЦом. Ну, по крипам пока все ровно, по сути. Нет какой-то аннигиляции жесткой по лейнам, где кто-то кого-то уничтожил просто. Поэтому, смотрим. Появляется Хукшот у Ротикея, он сейчас пытается кабана забрать, если не забрал кабана, лучше его знать, хотя он по таймингу сейчас закончится, поэтому на внимание не обращают. Да, врываться здесь нельзя, без мастера, потому что рядом находится Туск. Это печально. Можно сейчас так покупить. Кстати, в доте у меня как будто вечный флэр Клокверка вот здесь вот на этом месте. А, ну, может быть. Ну, шум и звук идет постоянно, как будто там вот вечный. Так, глимсанули, назад Гирокоптера, подошли трое героев, DDC, ловит дамаг, Войт дает сейчас вот, и умирает здесь. Умирает здесь МСС. Да, не пошло. Клок, правда, в это время тоже погибает. Бестмастер добрался до 6-го урня, правда, его забрали без ультимейта, просто за счет сноубола и шардов. Ну, печально. Так, ну что ж. Размен такой фрагами, но все равно, конечно, смерть Соло Клокверка дала клаудам, наверное, даже больше. Вот с точки зрения экспы, так это однозначно больше. Ну, Клок это не кор, а Гирокоптер это кор, поэтому размен более выгодный для LGD. Клок свой 6-й уже получил, поэтому он сейчас в любой момент делает ТП на какой-то лейн и хукшот пытается реализовать. Например, в мидл, потому что Ритсу там еле живой, сноубол, в СФ закатились, разобрали. Я не знаю, почему СФ с фуловым ботлом и со стиками стоял на где-то 200 хп. Второй раз ошибается, Мэйли. Второй раз он уже умирает, второй раз он здесь ошибается. RTK пытается дать. Пытался он дать хукшот, пару раз там стопил уже хаст во время анимации, Ритсу там пытался доджить как мог. Печально то, что мидера так обыгрывают 0-2-0. Рейсбэнд, сапог, стики. И получается, второй раз я отмечаю то, что СФ в мидле зло. СФ в мидле зло, если у врага есть хоть какая-то минимальная агрессия, а тут ее довольно-таки много, и ты бестмастер, и тускар, кто угодно приходит, и СФ умирает. Флорку так загнобить не получится. Ты придешь, он нажимает рефракшн 4 уровня, тебе надо сделать кучу тычек сейфа никуда просто. Потом у нее есть мэлт, если вдруг у тебя там нет каких-то центрей, ты теряешься, все. Она выживает. У нее есть время даже на тот же сейф, когда дозвол прилетит, и засейвит. Дозвол, кстати, абсолютно голый. Сейчас может... А, ему тут прилетает сапог, ну что-то. Да, и на самом деле Ритсу уже догнал СФа. Причем СФ-то стоит вот на такой линии, ему стаков, только вот один стак, я вижу, здесь, и... Да, все. Единственный стак на карте. СФ сейчас умрет. Как только выйдет, вот ставится вард, СФ выходит, можно сноуболиться, это очередная смерть. Да, накричали, жарды минус СФ. Три ТП? Есть, да, 2 ТП. Ротикей подцепил СВДжи, СВДжи здесь умирает, будет дальше гнаться, ДДС дает с Бракса. Как-то разделили дамаг, Глимпс есть. Пил тоже имеется, Квапа уже отпилась, поэтому Соник Вейв, если что, будет. Но Ритсу пока живет, он еще ДДС простреливает, видит Клакач, пошли под Кабаном, просто насиловать, должны быть батареечки, ставят циклоги, еле живой ДДС, но уходит. Можно максимум пустить счет топоры. Покаллаун, МСС, WDV, сделает литычку по ДДС, еще буквально то не хватает, да, он датыкивает, прилетел сюда СФ, там еще плакенном залетело порядочно, даболки от МСС, ну и все идет к тому, что Клауд Найн здесь счет будут сравнивать, потому что я не вижу пока, чем драться ЛДД. Если они на начальной стадии проигрывают, то когда наберет темпларка, там дезолятор и даггер, что они будут делать потом? Мы только что потратила Квапа раскаст и никого там даже не успела. Там на самом деле, ну, дамаджа вошло хорошо, но один отхил от Дазла и все даже не уходят на базу, могут оставать там, там фармить лес, как Брак, собственно, пошел делать. Да, Квапа будет пытаться собирать, я думаю, морчит, но покупает себе в итоге ПТ, тратит свою робу в зимейдж, бестмастер фармит, у бестмастера уже есть стаф, и совсем скоро нам заведется некрачами, с некрачами начнется пуш, ну и тот же СФ со своими 796 КП, он будет рассыпаться вообще ментально, он сейчас получает просто через крипов пару-тройку тычек от темпларки, и она в соло его идет забирает. Печально, в общем, все смотрится, не знаю, почему этого СФ активно юзают в мидл, да тот же Алхимик смотрится намного симпатичнее, он хотя бы до 6 уровня терпит только, пусть 6, если нет аппарата у вражеской команды, то убить его невероятно трудно. Что, 6-2 по фаргам, у нас как раз 10 минут первой игры закончились, я переключусь, наверное, уже на крипов нам дальше смотреть неинтересно, на суммарное количество денег, вот, по-прежнему у меня банк, по-прежнему у меня здесь душ какой-то шумит на одном месте на карте, так, на Сайлора, прыгнули, их не хватает буквально чуть-чуть демеджа, они... Там осталось порядка 30 хп, да, да, хотя урона спасла Квапу, как раз-таки это ПТ на силу, если бы не брала ПТ, то сейчас бы откинулась, минус СФ снова, минус СФ, пошел калдаун, Ротики пытается отсюда уйти, получает трэпу, будет сейчас барейдж, и секунду, это минус еще и Ротики, в итоге минус 2 в медлях, конвейер, гейминг, и все это из-за СФ, из-за попытки его засейвить, из-за попытки как-то отстоять своего Кора, Кора отстоять не получается, в итоге Кор дохнет уже четвертый раз, имея только один ассист, и за собой утягивает еще и хорошую часть команды, и вот этот весь фарм Клока, который он выигрывал, был топ-1 по крипстарту на шестой-седьмой минуте, он скатывается в никуда, он имеет 2-300 нетворса, а темплашка имеет 5500, и... Так, 14-37 вернули в ульт, ну это фраг для ЛГД, если не ошибаюсь, первые минуты за пять. Да, и он достался не СФ, он не смог наполнить души, это же проблема. Печальненько, все, печальненько. Смещается дальше на лейн фармить, ну ничего, нету с лейна, ну есть боттл и стики, то есть такие артефакты на пополнение там, маны, какие-то... Ситуации никогда тебя просто бьют с руки, и ты не можешь ничего проюзать. Да, очень хорошо чувствуют себя все коры клаудов, вот даже у Бракса, который, собственно, из этой тройки на самой нижней позиции денег наравне с Сайлором и Мэйби, у него уже должны быть скоро первые некра, ему там остается до них, в принципе, буквально там немножко вот один какой-то кэмп. Мэйби его спасает, потому что у него есть хаста, иначе он бы отсюда не ушел. Четыре игрока, клауд, наверное, если что, находится в медле, поэтому готовы еще раз забрать свою любимую булку. Мэйби реально здесь смотрится булкой. Ну и Ритсу, смотри, у Ритсу уже есть один митрилхэммер, скорее всего, это будет ранний дезолятор, потому что он чувствует, что они выигрывают, получив он этот, собственно, артефакт, он будет вообще замечательно себя чувствовать в борьбе против любого героя ЛГД на таком-то раннем этапе. Там за пару тысячек под рефракшеном из-под мелда будут умирать, вот, скорее всего, все. Да, будут умирать все, при этом можно ускоренно формануть Рошана, можно... Так, смоук на смоук, ДДС идет в первый, вперед, его палят, Ритсу дает первую тыку, умирает мгновенно здесь, хороший, на самом деле, ульта-дисраптор, он, к сожалению, нечем продолжать, Сайлер прыгает, убивает одного, но тут же на него накричали, Сайлер должен умирать. Там блинка еще не будет пять секунд, размочили Квапу, пытается уйти отсюда, Ротики, СФ, с руки бьет, Трицу, ничего не наносит, вернули себе гирокоптер, можно, кстати, на самом деле погнаться, да, трэпов проходит по СФ, нет даггера, поэтому гони не состоится, Ротики есть, Коги, может их поставить, ну, что вы тут задумали с СФом, что вы сделаете этому гирокоптеру, ничего, вас кабан спалил, все прекрасно знают о местоположении врага, там еще один стиков есть, поэтому манну себе восполнил, есть ТП на ботом, это прилетает, конечно же, Туск, у которого есть сноубол, сейчас будут шарды какие-то, может и вкатиться, вот она трэпа, есть замедление, уже должен катиться, но он не пошел в итоге, все, в итоге 2 на 2, потому что там удалось все-таки Ротики добить ракетой уходящего там Бракса, на лоу ХП вот здесь, ну, драка при таком раскладе ЛГД хорошая, сейчас 2 на 2, они готовы размениваться вот по 10 раз подряд, они с этого выигрывают немножко больше, по крайней мере, графикам не дают там сильно вот уйти в сторону клаудов. Ритсу в драке не умирал, Мэйби в драке не умирал, но вот Квапа в очередной раз, в очередной, первый раз за игру, она умерла. Ну, там, ну, Квапы, блинк был, по-моему, 2 уровня, он очень долго кдэшится, так как она в блинкалась, на нее навесили к калдаун, там и так далее, и уже шансов уйти оттуда не было, слишком сильный слоу. Ну, это, конечно же, минус того, что вот Сайлор стоял на Квапе на легкой линии, суппорты были рядом, экспы он получал достаточно мало, и, соответственно, левел у него, вот, определенных скиллов еще маленький, вот сейчас он даже не 11 еще, в то время, как Тембларка уже 12. Ну, Тембларк очень много получал на СФ, у нее 3.04, она ни разу не умерла, так что СФ-то сам 10 уровня еще, поэтому и недостаток, скажем так, Квапы, просто достойность Тембларки, то, что она так много наковыряла на СФ. Бракс и компания готовы пушить, если что, у них есть Некра, у них есть Норицу, Дезолятор, там, кстати, еще Хоста в банке. LGD пытаются в ответку стянуться на первую, на вот, на Мид, здесь запушить эту линию, но в то же время есть уже ТП, СВГ готов откидываться с пылами. Ну, они заберут, это один, скорее всего, у них есть партификация, есть кладаун. На ней подерутся, здесь вся команда, практически, кроме Дазла. Так, Мэви, заперли. Snowball стоит, тут пошел кладаун, вытопили форстафом, неплохо. А кого такой ранний форстаф? А у кого пока есть? Форстаф накричали на РТК, РТК взорвался, неплохо ульта ТСФ, даже по МССу очень неплохо залетела, ДДС. Там по ММВ, через ДДС, на самом деле, залетела такая плюха, что он чуть... Он от второй бы уже и умер. Примсанули 1437, это ни к чему не привело, продолжается здесь такое вот противостояние, но посмотрите на героя, у Клауда там практически все фуловые, плюс есть Дазл, который сейчас отхилит, ЛГД, все на полхп, и им надо... Они собираются драться дальше за этот, собственно, тавер. Они же не получится подраться, на самом деле, они просто постоят и посмотрят, как его убьют. Ну, допустим, есть Sonic Wave у Клапы первого уровня, это не страшно. Дождаться, пока в тебя въедет туск с панчем, у тебя просто сметут. Их радость, то, что у Темпларки сейчас нет даггера, иначе она бы начала прыгать прям за вышку и ломать лица. Ну, таким темпом у нее даггер появится очень быстро, после Дезолятора имеется 1250 на руках, вот, у Сайлора начало, есть, собственно, Архида, у Мэйби наконец-то появилась Мека, у ДДС урны до сих пор нету после Транквил, у Дисраптора вообще практически ничего нету, Арканы зато есть, у Клокверка есть Форс и Штав. В Сатаноле есть Филд, есть Статик Шторм, у СВГ небольшие проблемы, получает даггер в спину, должен быть Sonic Wave, по сути, не должны отпускать, залетают ручки, ставят коги, неплохие СВГ, выталкивают, пошел Сноубол, вкатывается ММА, там сейчас будут прострелы, конечно же, от тембарки, килдаун не достает, погибает в итоге туск, но неплохо, хотя бы кого-то выцепили и убили, для ЛГД каждый фраг это большое достижение, несмотря на то, что убили сейчас саппорт, он очень тяжело давался, вторые некрочи готовы у Бестмастера. Тяжело тут будет, конечно, ЛГД отбиться от этого всего, у них фактически райт-кликающий Токор всего один, вот, проблематично будет справляться с кучей-кучей целей, которые в достаточно в большом приоритете, это и Бракс, это и Рицу, и МСС, вот, удастся ли им, но в любом случае, если они здесь это бьются, вот после проигрывания от начала, они выиграют эту игру, то можно будет говорить, что они действительно смотрятся гораздо сильнее клаудов. Но пока что клауда идут, конечно, впереди. По экономике это не особо видно, графики держатся, топчутся на одном месте, особенно после этого последнего фрага для ЛГД, но, но чувствуется, что клауда здесь увереннее чуть-чуть в этой игре. Ну, Таггер появляется у Томбларки, и сейчас начнется экшн, когда Томбларка может сокращать быстро дистанцию с каким-то Дизраптором, а ему буквально две тычки, одна смолда, одна просто так. То есть, сейчас вот начнет все усугубляться, сделал ЛГД, потому что у них каких-то меняющих игру артефактов нет. Второго толстоват, конечно, за счет Мекки, ПТ на силу игры жидных стиков, он статовый, да, его, возможно, не так быстро и получится сбрить, а Томбларка все равно может это сделать. Ждут каких-то ТТП, стоят в смоке, я думаю, что Клауд Найн прекрасно понимает, что это байт на СФ, тем более, что человек квапа появилась под Т1, выходят в спину, тоже в смоке, бейсмастер еще и в инвизе, сейчас палец смок, вижны здесь нет, пошла трэпа, у Ротике огромные проблемы, они сейчас просто наорут, стали кричать на тюрьме. Разделилась команда, на самом деле, если бы Бракс пошел там в одну сторону, они бы могли нормально подраться, но половина команды в одну, Бракс в другую в инвизе, в итоге он еще не открылся, у него сейчас инвиз просто элементарно скоро закончится. Так, попытка ворваться к локверка, ульт потрачен в пустую, ни в кого он не попал, и просто отходят здесь, отрезали Мэйви, покатываются, кулдауни, потом не попадают. на самом деле, бьется Афхоги, конечно же, получается сразу кучку дэмэджа, есть Грейв, неплохо, Статчик Шторм, ставятся по троим, вот это просто великолепно, выйдет ульт от Квапы, есть ульт от Квапы, как же больно здесь Клау, дайс, пошли отличные колы, Бракс только сейчас, не кричал, Мэйви взрывается, на минуту брак, моментально, 3-3 пока размен, да, очень сильно бьет Рицу, Рицу еле живой, на нем урной, сбили все рефракшены моментально, и надо отсюда расходиться, неужели это будет блинк, но там уже рефракшен будет, через 2 секунды, я думаю, того не стоит, да, Рицу сейвится в молде, драка идеальная просто для LGD, они, конечно, чуть-чуть проиграли по золоту, но суммарно, они показали то, что 5 на 5 они не драться могут. Они в данный момент, вот все вот такие выигранные драки, это просто удержание, знаешь, графиков на одном уровне, это им на руку. Чисто лейтовый потенциал, если смотреть, то у клаудов все-таки немножко сильнее, но, но LGD драться могут, это однозначно, с этим как бы не поспоришь. Да, Клапа, наверное, сейчас докупит себе уже Орфит, я так подозреваю, да, второй облимён став уже имеется, нужно деформить просто рецепт. Третий некрочей появляется. Ну там 20 голгой осталось до рецепта. Третий некрочей, это, конечно, неприятно, но мы видели, что просто вот этот static storm, в котором никто ничего не может делать, и все пытаются просто из него максимально быстро выйти, даёт много времени для SF, чтобы он раскастовался, чтобы он внёс весь свой магический дамэдж, который может, и сейчас клаудов понимают, что без БКБ им будет тяжело здесь. Да, но LGD тоже ломится в лекинг-бар, они прекрасно понимают, что SF в каком-то БКБ может и не крачу по лицу настучать, SF, кстати, остаётся не так уж и много, у него 1800 на руках после метриокамера, точно у Горклапа уже хватает, остаётся 500 на какой-то рецепт вормить, и всё будет хорошо, то есть БКБ его и с Меккой быстро сбрить не получится, да, у них нет такого подсейва, как Даззл и так далее, который сейчас Пускар одержал на 0 хп в течение 3 или 4 секунд, это, конечно, очень круто, что Ротикей, полторы тысячи на руках, но он, скорее всего, будет идти выгоним, получают вив сейчас два персонажа LGD, сейчас, наверное, не стоит, наверное, шарты, скорее всего, просто очень-очень быстро забранный Тауэр, так ли, есть на Пларке он достаётся, на Пларке уже 1900, она решила тоже идти в БКБ, который будет вот-вот, SF, пиогр-клаб, сейчас пару кайлов, готов, все-таки ему чуть-чуть осталось, у MSF, а после Сенж, пока ничего нет, пойдёт он в Сенжин-Яшу, первым артефактом, да собирается всё-таки в статы, перед тем, как уходить в БКБ, Клоквер покупает медаль, у Бракса, третий Некра, больше пока что ничего нет, но есть 1200, скорее всего, он пытается собраться в Блинк Даггер, ММУ, Форстаф, будет достаточно, в принципе, скоро, Сайлор после Архида, 710 голды, мэйби, вот уже несёт себе БКБ, ну, ДДС начинает собираться в Аганим, будут пытаться, конечно, через инициацию, через вот это всё, через Вижн на карте, выигрывать, сетапить драки, цеплять, там, через ульт Дисраптора, который фактически, на котором вся драка для них, на данный момент, осмотрится и держится, вот будут как-то, вот через это всё, играть, мэйби с БКБ, а у Ритсу БКБ через 300 копеек, да, вот, что они делают с цемпларки в БКБ, я вообще не знаю, но это разве что будет какой-то там Аганиму Дисраптора, поймать его, но до этого надо дожить, а вряд ли они это смогут сделать, графики были скинуты практически в ноль, а по голду, по голде, прошу прощения, по экспе небольшое преимущество есть, ну и по голде тоже, вот после того, как их скинули, на одном фраге, и плюс фарм к всей карте, клауда введут 2000, но 2000 уже сейчас смотрится, это меньше там 7%, это ничто. Ну да, ну на саппортах, когда это раскинуто, это неплохо, а дело, что тут все разделено на 5 человек, эти 2000, вообще 3000 только преимущество у темпларки. Так, брак, 37 через медальку, пытается втихаря быстро забрать Рошана, в это время обходят здесь Мэйби и компания. Копадает смоук, должны понимать, пошла ракетка, можно вырваться кулкшот, обрывается кулкшот, АЕС, кому будут играть плохо, срава АЕС, уходит на фрснафи, СФ, раздавался, подрезал дэмэдж, опять отличный статик шторм, это было, наверное, здесь грызть, отличный кайлы, и трипл килл от Мэйби, прожимает Блэкин Барнус, темпларк здесь в упор, тягаться очень трудно, вказываются в Ротикей, Ротикей поставил, погибнуть тут только АЕС, погибнет здесь СВГ, СВГ минус, можно гнаться за темпларкой, есть вижен, нужно втыкать ей даггер, на даггер еще целых 8 секунд, а как ее обогнать-то, залетают ракетки, прыжок, есть рефракшн, скорее всего придется отпустить, они должны это понимать прекрасно, в итоге, какой же царь Ротикей просто, он просто въехал, своровал АЕГИС, ушел на форстафе, СФ подрезал ультимейт снизу, и это печально, кстати, ты понимаешь, что у нас вторую, вторую карту подряд, Клокверк ворует АЕГИС, да, вторую карту подряд, разные клоки, но не воруют АЕГИС, разные клокверки, но стил АЕГИСа есть, хорошо подрались LGD, отлично для себя, казалось бы, да, уже об этом, им тяжело было спорить, этого Рошана, но удается, зарабатывают много денег, Мэйби не умирает, получает деньги, Сайлар не умирает, получает деньги, оба имеют больше, чем 2000 на руках, и соответственно, скоро появятся новые артефакты, по графикам мы видим, что снова в ноль ушла голда, да, и СФА недалеко от этой отметки держится, Блинг Даггер тем временем появился там у Таска, вот инициация становится у Клаудов чуть лучше, Бестмастер имеет 2150, это, кстати, могут быть и Трэвелла, или Блинг Даггер, мы уже об этом говорили, а Герокоптер Санжин Яшу не дособирал, он будет собирать БКБ, он сейчас уже понял, что ему Сия здесь не особо спасет, то есть он купил Сеншин на выживаемость, но когда ему СФ режет ультимейтом половину здоровья, а потом еще запихивает два Кайла, он понимает, что делать ему нечего, у него какой-то отхил отсутствует, надеяться на Дазла, это, конечно, здорово, но Дазла может упасть еще до Герокоптера. У Рицу появляется, кстати, уже Кристаллиц, то есть криты будут выходить, он может там всяких вкусных суппортов, типа вот ММВА ваншотить, да, и в принципе, ну, Квапы нет там, не то чтобы сильно много ХП, соответственно, и Квапа будет ощутимо это все ловить лицом, да, и Мэйби, Мэйби спасает только то, что у него достаточно большое количество брони, у него все-таки двадцатка имеется, соответственно, но под Вивом, если он там будет и плюс прыгнет там, так, Рицу прыгает на ДДС, очень много ему ХП снял, есть трапа. Надо на себя ворну повесить, на самом деле не знаю, что он ждет, уже давно отошел от зоны дэмэджа, и можно было выхилить себе 200-300 ХП до следующей тычки, а там как-то пережить, но в итоге забил Рицу, не пошел, но ДДС сейчас дофармит себе. Ну, если бы на самом деле там у Рицу было в тот момент уже, ну, криты на руках были, то он этого Найт Сталкера убил бы, но один слот был пустым, ДДС в итоге вот собственно выживают, уходят и сейчас будет пытаться вот фармить последний себе компонент на Аганим. Квапа купила себе Ultimate Orb, будет выходить в Хекс, Смоук, кстати, тут же от LGD на четырех героев и будут заходить куда-нибудь на противника. Вижена у них нету в той части леса, на вот этом варде разве что палился Бракс, который двигался дальше по линии. Браксу найдут, Бракс кинет какие-то топорики, прилетает сюда ракетка, не знаю, есть ли по нему Вижен, пропадает Смоук. Есть, был, был, но у него... Бракс сахаркер, попытка сделать тэп-аут, Глимс назад, нет, улететь здесь не получится, Браксу придется погибнуть. Ну, я не знаю, что он тут. Хороший, опять-таки, килл для LGD, Кора забирают, останавливают фуш этой линии. Правда, тут Ритсу и компания двигаются по миду, но LGD решили, что мы в таком случае разменяемся и заберем тавер на бот линии, а Клауда немножко времени потеряли, видимо, они зашли, вместо того, чтобы идти по линии, они зашли в лес, могли уже давным-давно бить этот тавер, гораздо быстрее бы его убили. В это время LGD уже тавер внизу убивают. Они еще могут подэк-успеть, на самом деле, оставить здесь следующую пачку крипов, улететь, правда, не достанется тогда вышка, но зато могут попытаться подэк-успеть свою. Да, летят с Теген Т2, причем улетит эта Клопа очень нагло. А ну, а чем бы ее заткнули? СВИДЖИ настолько быстро, в него не вкатится. Другого мгновенного стана в команде нет. Да, мне надо вкатываться, там есть даггер панч, даггер панч, потом сноубол и пару тычек с даггера с мулда. То есть, ну, в теории он откатывался. В теории бы хватило. Однозначно хватило бы, в теории, если бы все было сделано идеально. В любом случае, такая наглость сходит Сайлору с рук не наказанной. После критов темплярка имеют уже 2000 сверху. МСС, кстати, будет скоро уже с БКБ, денег у него добавилось. СВИДЖИ после блинка ничего не успел купить. Бракс умирал, после блинка, опять-таки, ничего пока что не имеет. И 14.37 кроме медали ничего. И вот, собственно, мы прошлись полностью по клаудам, так получается. Да, но ты заметил, что LGT уже выигрывает 2000 по золоту. Они смогли за счет убийства этой вышки немного выиграть денег. Опять же, убийство Бестмастера, который держится в топ-4 NetWars, тоже приносит хорошие дивиденды для команды. Бестмастер 14 уровня, даггер Некрочи 600 на руках. Не так много. Скоро Daydowels появится у Темпларки, это может стать большой проблемой, потому что SF плотную может и не вытанковать. Сейчас у него появляется Монтестайл, сможет себя скидывать всякую гадость. И самое важное, что у Клака появляется Солвер Крест, который постоянно будет висеть на Мэйбе, в Петс на Будке Демисы. У него огромное количество армора, поэтому Темпларке не факт, что стоит фокусить SF, по нему действительно надо делать очень много тычек, а у него еще Мека, у него БКБ и так далее. Он малоуязвим сейчас. Посмотрим. В любом случае LGD на самом деле держится хорошо после такого как бы нехорошего для них старта. Но лейт потенциал, как мы уже говорили, на стороне клаудов. Тут уже будет все зависеть от того, насколько задержится игра и как будут действовать обе команды. И LGD могут в принципе с двумя своими корами основными Мэйби и Сайлором перевернуть или выиграть любую драку. На самом деле тут непонятно. Вот сейчас Герокоптер наконец-то добрался до Блокингбара. Я только сейчас хотел об этом поговорить. То, что у Queen of Pain уже готов Хекс по факту. А если бы не было БКБ, то на самом деле булка была бы простая, в которую Клопа впрыгивает, прожимает Хекс и Герокоптер не делает за файт абсолютно ничего. Его просто саппортов, потому что ММА поставил уже порядка двух или трех таких штормов просто невероятных, которые блокировали все действия команды Клауд Найн. Ему бы огоним, он был бы вообще царюгой здесь. Сайлор собирает уже готовый себе Хекс, летит ему собственно вводит Стоун с базой и плюс сейчас он докупит себе Местик Став. Есть Хекс, будет в следующей драке уже проще. Что тут Сэф распетлял тысячи, что он будет собирать дальше? Может быть Доминатор какой-то появится? Может быть Кераска? Может быть МКБ? Даже не знаю во что ему стоит выйти. Я вижу то, что пытаются здесь настигнуть врага. Тут же кастуется пачка тп-аутов. Да, ну просто переместились все сюда. В это время Клауда прекрасно понимают, что сюда на них движутся противники просто делают тп-аут, не успевают их никак зацепить. Роутикей тоже не успевает там никакого хукшота с двух экранов дать. Потому что элементарно не подсветил. Он рокетфлером там промазал. Дайер с middle tower спрагивает с даггера. Четыре игрока уже пять находятся под медлом. До следующего Рошана еще так уж много времени осталось. ДДС дает vision. Это бонус огромный для дизераптора, потому что он может глимсануть. Пока некого глимсовать, никто не представляет. А так это либо заставить поражать Black King Bar. Ритзл может уже купить себе Дайдалус. Возможно держит на байбэк. Возможно просто еще не успел этого сделать. 2200 у него на руках. Все компоненты имеются. Остался только рецепт. Он оставляет на байбэк. У него правда избыток 99. Сейчас скоро дофармит. Уж медлана начинается. Мэйби под Solar Crest просто начинает хоросить вышку. Есть одно ОТП, есть второе ОТП на Т3. Лучше Мэйби отсюда отойти. Прилетает мимо Black Mail. Но это будет либо Шива либо Кераса. Скорее все это будет Кераса. Конечно пропустить еще больше минус армор. Снаждение рядом СФ Solar Crest там очень сильный Шив может. Понимают все-таки Мэйби лишним не будут. Сколько тут? 8 15 Медальки есть. Медалька у Дазла. 22 У СФ сейчас уже имеется под Solar Crest 43 армора. То есть даже если в него все впаяют он все будет в огромном плюсе по армору. Поэтому загнобить его здесь автоатак будет очень трудно. Но это конечно если он под Solar Crest если нет десяточку у него где-то Вот то что не в Daedalus а вот имея собственно Crystallis и Dominion Edge на руках он подождал еще 3000 и решил собрать МКБ. Большой плюс потому что потенциально чисто в Butterfly выходить будет. Это уже от Solar Crest на самом деле они Ну да в принципе так Brax мгновенно сбривают за пол секунды умирает собственно Clockwerk Да Solar Crest не стоит забывать именно Invasion который имелся и поэтому просто обезопасился от этого Ritsu сыграл как бы сейвов и сразу же забирает Roshan Roshan падает очень быстро Да ну что Хекс есть опять же плейтмейл все-таки SF значит будет собирать Kerasu здесь на квапе появится Шива Куча армора просто замедление атаки Ну им не надо здесь как-то выживать против бурста вот собственно этого персонажа Ritsu Владмер бы еще не помешал что в саппорте тоже жили и так далее Dizraptor хотел глимсонуть ничего не вышло драться ближайшие 6 минут LG не будут они подождут пока закончится Aegis отыгрывают опять же Cloud9 все деньги все выходит ноль ну игра задерживается но Cloud9 по-прежнему смотрится лучше гурс потенциал у них хороший у них хороший также файт у них есть отличный сейв вот в виде таска он может засейвить кого-то своего у них есть Dazzle который опять-таки может засейвить у них есть вырубающий через BKB Brax то есть это отличный сетап под то чтобы Ritsu стоял просто и наваривал с руки второй уровень там ульта скоро будет уже 16 левел соответственно будет уже 4 секунды стана да но за деф т2 наверное не получится придется уже драться на хайграунде поэтому вышку сейчас отдают достается на темпларке темпларк так доберется и DDD и Dallus уже очень сильный боец конечно темпларка еще и 9 секунд на BKB пошли кайлы так мэйби зажали пошла ракета ракету он разбивает порики фортификейшн я не знаю почему они лежали мэйби в тот момент когда он просто там стоял где solar крест на герокоптере чтобы его просто через минус армор попинать пошла мека вышка уже упала мэйби мэйби манта стайл букшот мсс он с аегисом но это дроп аегис это конечно неплохо BKB еще не прожимало сдеф так же как герокоптер прекрасно ой просто забирают здесь дидроптер 2 па тоже рассыпалось как же больно здесь мэйби тоже solar крест на нем в итоге два прожата укоров cloud9 они просто добивают барак это минус первая сторона не получится здесь никак подефать хукшотов пока нет забирают в сторону и просто отходят на самом деле не стоит останавливаться они тут же должны выдвигаться на ботом и на топ чтобы сбривать оставшиеся т2 да им просто надо отпушить линии собственно если бы хотя бы одно т2 на другой линии в этот момент было бы знаешь уничтожено то это стоило бы двух сторон lgd без квапы 30 секунд они дефить не могли клауда все были жилые все практически фуловые и соответственно за счет этого могли спокойно допушить появляется solar crest у дазла параллельно с этим появляется кираса у sf она ему особо не помогает мы видели что в него просто дамаг не вкидывает рицу рицу выбирает более мягкие вкусные для себя цели у него дайдалус уже лежит в руках то есть и так же у бракса появился владимир и тысячи еще сверху да тут больше кираса для саппортов своих чтобы дизраптор с одной плюхи не отвалился как сейчас произошло когда темп варка в него прыгнула и сломала его за секунду но кираса одна не поможет рицу так рицу с мэйби дерется мэйби получает кучу дэмэджов накричали мэйби же умрет что ты творишь сэф 75 секунд без байбэка наконец 10 10 тоже минус въехал сюда эрот кей конвейер гейминг прям вот всю показ у нас и в итоге конечно же а здесь можно просто уже на т4 иди нет и все-таки на топе от куша на линия они портуются сюда бракс через ревела прилетает будет утолкать пока вся остальная команда подходит они останавливаться не будут у гирокоптера аэгис дропнулся в прошлом файте но они как минимум заберут еще 2 табора 45 секунд без эсэфа еще куча времени на самом деле есть просто иди и сноси без всяких проблем ну они не обязательно могут догадываться что эсэф потратил все деньги на ту кирасу и у него теперь просто нету на байбэк но они могут как минимум забейтить этот самый байбэк вив это значит что они таки пойдут на хайграунд мсс уже заходит бьет ритсу тоже заходит бьет тавер много дэвиджа очень получает тавер тавер будет падать уже в течение еще 1 секунды и сразу же на барак сразу же без остановки ритсу стоит сзади чтобы запрыгнуть то есть бараки это конечно круто но сейчас они их поломают это минус вторая сторона это здорово хотя даже еще и не добили миличный барак есть кукшот от ротикея тут на него накричали пошел колдаун по троим неплохо мсс забегает но тдс отсюда не должны отпускать грызает с нее герокоптер какие же увесистые тычки по соло крестам там сф приходит други ну куда же ты в рефракшн то протюня соник вейв тоже в рефракшн минус мэйби снова должны просто написать гг сейчас да так и есть в рефракшн гг счет становится один-один и клауднайн в одном шаге от того чтобы делать камбэк они как бы уже сделали камбэк учитывая насколько они знаешь котятами для битья оказались на первой карте ну неплохая драка получилась вот интересная была очень правда лгд с мсф я думаю что больше мы не увидим его в пике мне кажется на мейджоре так точно он здесь вообще не смотрится и команда которая пикает сф и сейчас почти всегда проигрывает ну если только против нее нет никого из агрессоров то есть те кто не могут гангать сф понятное дело что он набирает он потом идет забирает стаки и так далее потом смек и агрессоров